ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошел уже год, а значит, настало время подводить промежуточные итоги. Запуская этот проект, создатели открытого канала ставили перед собой не просто амбициозные, но даже несколько парадоксальные задачи. Создать не столько информационный поток, сколько именно поток интерпретаций, обсуждений, создания некой диалоговой среды, в которой каждый наш гость, каждый участник нашего эфира сможет высказывать свои точки зрения на протекающие вокруг нас события. Как изначально и задумывалось, главным продуктом интернет-телевидения стала информационная программа «Ход событий». Часовая передача выходит ежедневно по будню в прямой трансляции. На сегодняшний день в нашем архиве уже 243 выпуска программы. Основа «Хода событий» — это наиболее значимые местные и федеральные новости. За год мы показали более 500 сюжетов самых разных форматов, от легких утренних объездов до настоящих масштабных журналистских расследований. Обсудить наиболее важные новости мы приглашаем в эфир экспертов из различных областей знаний. Мы стремимся дать трибуну для выступления всем, кому есть что сказать. За время существования телеслужбы гостями наших передач стали более 300 человек — представители власти и открытые оппозиционеры, чиновники и простые горожане. Ученые и студенты, следователи и бывшие осужденные, интеллектуалы и победительницы конкурсов красоты, а также врачи, актеры, бизнесмены, спортсмены и многие-многие другие. Но ход событий — это не только новости, а также авторские тематические рубрики. Добрый сказочник Роман Арбитман еженедельно превращает плохие новости в хорошие. Александр Глушенко внимательно инспектирует состояние наших дорог. Анатолий Леонтьев отвечает на сакраментальный саратовский вопрос. Что делать по поводу тех или иных житейских ситуаций? Мария Алексашина вставляет свои колкие и меткие замечания о текущих событиях. А Роман Дрякин помогает нам следить за выражениями. Уже на следующий месяц после запуска хода событий сетка вещаний открытого канала пополнилась двумя авторскими передачами. Ольга Яковлева и Григорий Гришин начали вести регулярный дайджест новостей из области искусства — программу «Чисто культурный четверг». А Евгений Захаров формировалась галерея портретов настоящих профессионалов под названием «Люди дела». Вскоре к ним прибавилась программа «Хроники абсурда», постоянные ведущие которой Елена Иванова и Дмитрий Козенко и по сей день не перестают поражаться происходящим вокруг бреду. Утяток жалко, желтенькие такие, пушистые. Лена, они перешли границу нашей страны. Открытый канал не боится экспериментировать и пробовать новые форматы. Уже в конце мая 2015 года мы показали первый выпуск программы «Человек на карте мира». Ее ведущая, Наталья Клынина, общаясь по скайпу, узнает, как живут перебравшиеся за границу наши соотечественники. Настоящий бум запуска новых передач произошел в начале нового сезона. Не только дорос до звания программы, но и переехала на вечернее время в восьмой день недели, в котором журналисты Евгений Захаров, Алексей Голицын и Михаил Дерешев в прямом эфире иронизируют по поводу событий минувших семи дней. Также самостоятельной передачей стала одна из самых спорных и провокационных наших рубрик «Секс есть» Юлии Нестеренко. Кроме того, мы запустили совершенно новую, значительно более целомудренную программу «Отцы и дети», в которой Валерия Павелко вместе со своими умудренными жизненным опытом гостями пытается выяснить, когда же жилось лучше – раньше или сейчас. На счету нашего интернет-телевидения три крупных спецпроекта. В год литературы «Открытый канал», «Свободные новости» и газеты «Неделя в Саратове» представили собственное прочтение вечной комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». А летом наша журналистка вошла в состав экспедиции «Гагаринский плавучий университет», организованный факультетом экологии и сервиса СГТУ. Стоит отдельно отметить, что «Открытый канал» выступил одним из организаторов проекта «Свободная среда» – дискуссионные образовательные площадки, открытых лекций для всех, кто интересуется историей, культурой, искусством, политикой и экономикой. Год назад мы могли только предполагать, кому будет интересен контент нашего канала, а сейчас мы точно знаем нашего зрителя. Прежде всего, это люди, которые не привыкли слепо на веру принимать информацию, льющиеся на них из официальных СМИ. Люди, которые критически относятся к окружающей действительности и не могут молчать о проблемах. А главное – люди, которые имеют свое собственное мнение. Зачастую вы называете нас глотком свежего воздуха, и мы рады, что помогаем вам не задохнуться в существующем медиапространстве. Александра Найденова, «Открытый канал».